Добрый день. Меня слышно, да? Меня зовут Ксения, я из команды CtrD Converter. И сейчас я вам расскажу о том, как можно настроить наше тестовое приложение под некоторые свои задачи. С нашим тестовым приложением, я думаю, многие из нас знакомы. Вкратце расскажу. Оно у нас поставляется вместе с самим ядром. И все, кто начинает знакомиться с ядром, активно пользуются этим приложением. И мы сами его используем в работе. По крайней мере, в нашей команде Converter практически каждый день, чтобы что-то отладить, протестировать. И в ходе работы мы заметили, что у нас есть ряд настроек, которые мы меняем чаще остальных. И это касается как настроек самого приложения, который можно вот здесь через интерфейс настроить, так это касается и настроек импорта-экспорта. С настройками импорта-экспорта немножечко все сложнее. Там нужно их передавать непосредственно в структуру, в которой идет функцию import from file или export into file. И для того, чтобы нам, например, загрузить с разными настройками, нам необходимо менять эти свойства в коде, пересопирать проект. И это может быть несколько накладно. Мы решили, что хватит этим заниматься. И сделаем более удобный, дружелюбный способ менять настройки, чтобы проверять модельки с разными конфигурациями. Добавили буквально недавно, уже стали активно пользоваться и решили поделиться этим с вами, чтобы вам тоже было проще пользоваться тестовым приложением. Итак, при старте тестового приложения у нас подгружаются дефолтные настройки. Давайте для начала загрузим модельку. Просто так, как она бы загружалась по дефолту. Теперь я хочу поменять некоторые настройки импорта с помощью как раз вот этого нового механизма. Итак, чтобы это сделать, я иду в свойство setup, нажимаю apply config. Первым делом мне в ходе сообщения, что файл не найден. По сути, это было сделано для того, чтобы четко знать, где находится этот файл. Пока что он у нас выделен именно как текстовый файл. И его нужно положить в пользовательскую директорию. Так, сейчас я его скопирую. Он должен называться определенным образом. C3D test config. Давайте посмотрим, что у нас в нем есть. Это обычный текстовый файл, в котором загруппированы разные настройки. То есть здесь, например, есть настройки приложения, то, что начинается с app через точку, различные названия. И вынесены ряд конвертерных настроек. Все, что начинается с решетки, это комментарии. То есть можно писать все, что угодно. Давайте начнем с настроек импорта. Здесь у нас выделены настройки сшивки, точные сшивки и объединение подобных граней. Ну вот давайте, для примера, отключим объединение подобных граней и снова загрузим ту же самую модель. Чтобы этот измененный файл применился, снова идем в setup, apply.config. Все. Дает сообщение, что настройки применены. Теперь, открывая ту же самую модель, вот мы получили не сшитые грани. Точнее, не объединенные. Кроме того, через этот же файлик мы можем настраивать плагин. То есть здесь у нас отдельная группа настроек плагин, куда мы указываем полный путь до TLL-ки плагина. Причем если у нас разные плагины, то мы можем записывать сюда их все. Также сюда можно вводить ключ активации, чтобы нигде дополнительно его не прописывать. И любые другие настройки, которые будут передаваться непосредственно функцию импорта. То есть я здесь просто по сути болванку написал, но можно передавать любые настройки, которые необходимы в плагине. И теперь, когда у меня прописано, откуда нам брать плагин из какой-то DLL-ки, мы спокойно в тестовом приложении открываем модельку, в данном случае NX. И вот у нас открыта моделька проприетарного формата, которая без этой настройки у нас бы просто так не открылась. Отлично. Дальше у нас выделена группа отладочных настроек. Это те настройки, которые у нас также передаются обычно в функцию импорта. Их на самом деле гораздо больше. Я здесь вынесла самые такие популярные, которые могут быть востребованы. Прежде всего, это включение самого вывода в лог. То есть некоторая информация будет передаваться в поток вывода. Если здесь включено, также это вывод дерева модели и статистики объектов. Для того, чтобы показать, как это работает, я запущу такой простенький скриптик, который перенаправляет поток в файлик. Открываю теперь модельку. Здесь у нас такая очень ветвистая модель с большим количеством тел, сложной иерархией. И давайте посмотрим, что у нас в лог-файле есть. Сверху вкратце статистика объектов, вершины, поверхности, тела. В ряде случаев это может быть полезно. Значит, такая типизированная статистика. Скорее, больше внутренняя характеристика. И внизу у нас выведена структура. Тоже в текстовом варианте, чтобы можно было наглядно какие-то вещи посмотреть, табуляция говорит о том, что об уровне вложенности. То есть вот эта строка у нас, это некий парт, в котором есть атрибуты. Атрибуты различные, текстовые, визуальные. То, что цвет не задан у каких-то объектов. И в этот парт вложены замкнутые тела. То есть если здесь был какой-нибудь каркас, здесь было бы написано, что это каркас. Начало координат. Локальная система координат указана. И даже количество граней. Вот это все, это такие внутренние логии. Их на самом деле гораздо больше. Здесь просто такие самые популярные я вывела. Это иногда может быть нужно, когда, например, есть какие-то нюансы в импорте, но при этом саму модель вы нам не можете передать для того, чтобы мы что-то проверили, какие-то несостыковки в иерархии. А, например, вот эту вот структуру передать вы нам сможете. И мы, например, можем сделать некоторые выводы из этого. Так, с этим разобрались. Еще есть очень такая специфическая настройка, связанная с цветом. Сейчас я вам покажу, как загружается раскрашенная моделька с дефолтными настройками. Здесь сборка, куча разных тел, цветов. Цвета, между прочим, можно задавать вот отсюда. Например, мы возьмем и ковшик раскрасим. Или вот эту грань отдельную. Я не выделю. Не ткнула, да? А, ну вот, целое тело выделила. Вот. Но что будет, если мы, например, вот эту опцию force using back color заменим на false? Вот. Я меняю значения в файлике, подгружаю эти значения в само приложение и вызываю перерисовку кнопочкой F9. И вот мы видим, что у нас вот эти вот грани стали прозрачные, и цвета какие-то немножечко не те. Казалось бы, странно. Секрет кроется в том, что у нас сейчас есть определенные нюансы, связанные с цветами, о которых вам следует знать, если вы работаете цветами. Дело в том, что у нас есть два атрибута, которые отвечают за цвет. Это MB color. Вот то, что я сейчас выделяла и раскрашивала. Этот цвет сейчас отправляется в MB color. Это атрибут, который был с нами всегда, и для большинства задач, в общем-то, его всегда хватало до тех пор, пока мы всерьез не занялись визуализацией и не добавили более продвинутый атрибут MB visual. Здесь уже все гораздо серьезней, прозрачно здесь, ну, еще много всего. И сейчас, по сути, у нас такой период, когда мы переходим, по большому счету, к MB visual, но от MB color пока что еще не отказались, потому что нужно время на это. И из-за этого могут возникать некоторые неожиданные ситуации, когда вроде бы цвет задали, а цвет этого нет. Причина может быть как раз в том, что задали не тот атрибут. И, в общем-то, мы вам рекомендуем использовать именно MB visual. И если у вас, например, цвет задан через MB color, то у нас есть специальные функции, которые один атрибут переводят в другой. И чтобы убедиться, что цвета заданы правильно, можно как раз использовать вот эту опцию. В будущем, повторюсь, перейдем именно к MB visual, и этот нюанс можно будет забыть. И еще хочу рассказать про настройки дебага. Вот открываю тестоприложение именно дебажное для случаев, когда нам нужно именно отлаживаться. Давайте откроем модельку. Вот. Мы видим ассерд. Потому что это дебаг, ассерд случается. И если это сборка, то их может быть очень много. Это может быть надоедать. Особенно, когда ассерд не в том коде, который вы как пользователи используете, а именно они на этапе импорта. То есть вам они, по сути, не нужны. Их можно отключить. Их можно отключить, опять же, через настройки приложения. Также их можно отключить вот здесь через опцию. Значение 0.1.2. Соответственно, 0 полностью их гасит. Единичка выводит в поток вывода, и двоечка вот так вот по дефолту выводит сообщение. В чем отличие задачи этой опции через файл и через приложение? Если вы в приложении меняете это значение, то оно будет измененным только на одну сессию. Когда вы повторно откроете тестовое приложение, снова будет использоваться дефолтная настройка, потому что вы, например, забыли включить ее. Если вы меняете ее вот в этом файле, то она будет постоянно подцепляться, и можно будет просто не думать об этом. Также обращаю ваше внимание на вот эти вот точечки. Это дебилажная отрисовка. Также она у нас используется для отладки. По сути, это уже исторически сложилось, и мы ее пока что оставили, потому что также иногда нужно пользоваться. Но чаще всего ее можно отключить, чтобы она просто не жала ресурса. Отключается она также здесь, либо здесь через файлик, либо через интерфейс. Давайте я пересохраню, открою. Где у нас? У нас модель открылась без каких-либо дополнительных сообщений. Еще сюда вот я вынесла режим многопоточности, который также циферками задается 0, 1, 2, 3 и так далее. Точно так же его можно задать вот здесь. Здесь через интерфейс. Многопоточность, асерты и дебажная отрисовка или через файлик. Еще хочу сказать, что мы добавили эту функциональность буквально недавно, поэтому она у нас пока что… В принципе, мы ее добавили сначала для себя, буквально там пару-тройку опций, потом оказалось, что это удобно. Мы стали расширять список опций. И, в принципе, если вам как пользователям нужны какие-то еще опции вынести, мы всегда открытых приложений можем их добавить. И еще хочу сказать, что пример подобного файла у нас лежит вместе с ядром в папке documentation. У нас лежит пример. Там немножечко больше опций. Поэтому, пожалуйста, пользуйтесь, и вам будет чуть более удобно. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Есть какие-то вопросы? Спасибо. Коллеги, вопросы будут. Что? Где вы говорите? В папке рядом с документацией. Нет, этот рабочий, который… Который приложение автоматически… Где должен лежать сам файл, чтобы в папке в домашнем каталоге от C пользователи рядом с файлом лицензии. Если вы забудете, можете просто подключить… Давайте покажу. Вот в данном случае называется apply.config. А, он у меня сейчас там лежит. Если его там не будет лежать… Сейчас… Я его удаляю. Подгружаю. Он его не нашел, и он пишет конкретный путь, где должен этот файл лежать и как называться. Не ошибетесь. Я так понимаю, все. Тогда спасибо, Ксения. Хорошо, спасибо. Спасибо. Тр.